Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова! Ну что, 13 января, друзья, Старый Новый Год, с чем я вас всех сердечно поздравляю! Уже столько было этих поздравлений! Пусть все ваши желания сбудутся! Здоровья вам, благополучия, всего самого-самого доброго! Ну и сегодня я решила испечь, попробовать испечь очень простой, забытый рецепт пирога. Я бы назвала его все три по три. Сходила, наконец-то, я в магазин. У нас минус 8 сегодня на улице, ветрено, правда, но хотя бы не такой сильный мороз. Купила яблочек и такие пахучие яблочки, что я решила испечь пирог. Итак, что же здесь три по три. Высыпаю я стакан манки, стакан сахара. Сейчас наберем из моей сахарницы. Вот у меня формы запекания нет. Надо все, хочу себе силиконовую купить. Ну, что-то никак руки не доходят. Ну, где-то так. Все сюда. И стакан муки. Муку предварительно я просею. Ну, во-первых, избавимся от, если какой-то мусор там есть. Ну, а вообще это делается, чтобы наполнить ее кислородом. Так, муку просеяли. Чайную ложку горой соды. Все. То есть, три стакана здесь получается сухой смеси. Да я вот даже предпочитаю... Ой, что это такое сахар, что ли, такой попался комок. Вот видите, как хорошо, что полезло рукой. Все это хорошо-хорошо надо перемешать, чтобы и сода перемешалась, и манка, и мука. Все. Стакан надо бросить сюда, мы потом будем мерить стаканами эту сухую смесь. Теперь я натираю здесь яблоки. Посмотрите, вот пять минут назад уже все они потемнели. Это значит, хорошие яблочки. Так, камера трясется. Короче, натираем яблоки, но главное, чтобы они были сочные. У Шуры покупала яблоки по 56 рублей. Представляете, такие все хорошенькие. Вот сейчас дадим. Покажу вам. Смотрите. А запах стоит. Вот это наши российские яблоки, которые натуральные. Не те восковые, натертые, которые откусишь, и оно вообще не темнеет. Это их химические яблоки, и, друзья, кушать нельзя. Пусть наши будут меленькие, невзрачные, но наши яблочки самые хорошие. Вот. Выгрызок не выбрасываю. Если останутся яблоки, я сварю компотик из них. Какой компот получается? Просто яблоки без ничего. Просто я еще добавляю туда лимончик, отжимаю сок и бросаю прям мелко, режу кожуру всю с цедрой, с кожурой в этот компот. Ну и, конечно, сахар. Боже, какая это вкуснятина. Разве это сравнится с какими-то соками, которые тоже не соки. Так, вот и все, друзья. Что мы сейчас делаем? Я сейчас достану Амвейскую сковородку, которая уже, так скажем, не презентабельного вида. Говорили, это на века сковородка. Не верьте, друзья, все это неправда. Я уже повторялась, когда я работала в Амвей, эта сковородка мне обошлась, ну, просто задаром, как сотруднику. А вообще, эта посуда стоила неимоверных денег. Там не только сковородки и кастрюли были, ну, много чего. Люди влезали в кредиты. Обычная посуда. Я ничего против Амвей не имею. Кстати, нашла металлические губки. Вот, что мне нравится, это металлическая губка от Амвей. Она не царапает вообще эмаль, ничего. И руки не колет. Есть. Хоть и Амвей ушел из России. На Вайлберис есть, пожалуйста. 453 рубля, 4 штучки этих губок. Это если что, если, может быть, кто-то пользуется продукцией. На Вайлберис наберите продукцию Амвей, и вы найдете. Мне там писали, Лена, через Казахстан можно заказать. Да, зачем мне Казахстан? Вон, на Вайлберис все есть. Так. Хорошо смазать маслом. И теперь поехали. Нам нужно набрать стакан вот этого сухого теста, это сухой смеси, и распределить его на сковороде. Так. Готово. И теперь берем наше тертое яблочко и тоже сюда. Ой, какая красота! Какая красота! Так. Давайте еще. Это очень простой пирог и, надеюсь, будет очень вкусно. Следующий стаканчик. То есть, сахар, манка, мука и чайная ложка разрыхлителя. Все. Опять посыпаем. Это называется пирог для ленивых. А вообще, я убеждаюсь, что все гениальное, вкусно и просто. Да, надо уже духовочку-то включить на 180 градусов. Так, духовочку включили на 200 пока что. И опять пошли яблоки. Но яблоки должны, друзья, быть сочные. Видите, сколько сока. Поскольку здесь нет жидкости в этом пироге, ну, то есть, нет кефира, ну, нет там молока, ничего нет. Поэтому сок от яблок вот и будет нам эта наша жидкость. так, есть такая буква. Я бы даже этот сок тоже сюда вылила. вкусные яблочки. По 56 рублей, друзья. Ну и здесь получается третья часть этой сухой смеси. высыпаем. Что-то как-то мало получилось. Я, наверное, сейчас манку возьму. Немножко маночки досыплю. надо, наверное, на... ну, если на мою сковородку я первый раз делаю это на эту сковороду, значит, еще, наверное, на полстаканчика где-то добавить. Ну, чуть побольше добавлять всего. Вот. Так, есть. Если любите корицу, можно сверху. Яблоко с корицей очень хорошее сочетание. Я люблю. Поэтому сверху немножко корицы. Эх, забыла про ванильный сахар. Можно было еще в сухую смесь добавить ванильный сахар. Ну, да ладно. Уже как есть. И теперь я сверху потру сливочное масло. Оно растворится сразу же, пропитает всю нашу сухую смесь. Будет вкусно. Ну, там я грамм 150, наверное, взяла масло. Ой, 150. Грамм 100 масла. Скажите, многие делают прям четко взвешивают. Я все делаю на глаз. Все, друзья, готово дело. распределили и отправляем это все в разогретую духовку. Пока духовка у меня не разогрелась, можно, конечно, было бы потереть яблочки на терку. Вот там все. Вообще ничего не убираю, все огрызки, то, что я терла в пирог. Сейчас все порежем и залью водой. Отожму сок одного лимона. Будет у меня компотик. в кастрюле наверно 6 литров. Вкуснятина будет. Ломаем стереотипы. Я помню, когда я жила на Украине, была жива мама. Она всегда варила компоты. Ну, естественно, чтобы это был цвет. Ну, то есть, малинки туда бросить. То есть, никогда не варился компот только из яблок. Всегда нужно было малинка, смородинка там. Ну, то, что красит, так скажем. И вот почему-то этот стереотип долго у меня был, что компот должен быть красным. И я однажды попробовала сварить просто из яблок с добавлением лимона. Боже, какая это вкуснятина! вкусная яблочко. Ну, что, одно осталось. Додорежу я туда, чтобы ты не мучилась. Ну, то есть, где-то килограмм, может быть, кило двести, здесь вот яблоко меня. все. Соливаем водой и на плиту. Все, духовка разогрелась. Закрываю. Поставлю, наверное, пока на... Да, на 45, наверное. Сколько там? 40? Ну, пока на 40, а там посмотрим. Пусть печется эта красота. Все, залила яблочки, ставлю на плиту. Пока там вода, компотик кипит, сейчас возьму эту соковыжималку. Вот, лимончики не активно, а по 100... Чем же я покупала? По 116 рублей, по-моему. Это в магните. У Шуры дорогие, что-то лимоны перед Новым Годом вообще были 190. Не знаю, кто их по такой цене покупал. Сейчас 150. Ну, в магните, знаете, какой тоненькая кожура. Сейчас это все вылим в кастрюлю. Вот так вот прям. Думаю, одного достаточно будет, хоть и маленький. Что-то жалко мне второй. Куда-нибудь еще пойдет. Я два купила. А эти я сейчас вот так миленько порежу и тоже брошу туда. Маруся, что-то там увидела. Не надо туда лазить. Что-то на окне увидела. Вот. Отлично. Такой вкусный компот. Просто прелесть. Все в кастрюлю. Все сюда. Сейчас возьму, тут у меня есть моя любимая ложка. Вот так. Можно сразу сахар добавить. Пусть закипит. Пусть закипит. Потом буду добавлять по вкусу. Чтоб не пересводить. Наконец-то я пополнила сегодня свою фруктовницу. Хурму покупала по 160. Леша говорит, у них в Москве хурма 230. Можно по 170 найти по акции. Бананы по-моему по 93 или 99. Вот. Фрукты теперь у меня есть. Ну, а яблочки уже пристроены. Еще заметила, друзья, у нас появился новый хлебушек. Вот это кефирный, батон нарезной кефирный. Видите, Липецкий завод. Лешик даже берет отсюда наш хлеб. Вы посмотрите. Это просто булка. Вот этот стоит 49 рублей. Еще есть батон сахарный. Вот кефирный, сахарный получился. Ой, получился, появился. Друзья, это булка. Это просто булка. В прошлый раз Лешик приезжал, купил сахарный, я говорю, какой-то новый хлеб сахарный. Вот. Сахарного я сегодня не нашла. Но он в пятерке покупала. Я в магните сегодня была. но вот кефирный по-моему из той же серии. Очень вкусный. Это не хлеб, это просто булка. Не выдержала. Вот, кстати, вам показываю вчерашний творожок, который получился. Здесь где-то 400 грамм. И знаете, что я еще выяснила, что ну вот он отделился. кстати, вчера столько споров было. Сыворотка, сыроводка. Друзья, вот я не понимаю, и каждый пытается научить, почему вы говорите сыроводка, надо говорить сыроводка, или ой, это вообще, друзья, вот я не понимаю, почему вы думаете, что вот так нужно говорить. ну у вас так говорят, у нас, где я выросла, по-другому говорят. Вы же просто понимаете, о чем я говорю, зачем меня учить, вот я не понимаю просто. У меня так мама говорила, сыроводка, и там комментарии под этим комментарием, где меня пытались научить, люди пишут, а у нас вот Ростовская губерния, вот этот юг России, говорят так, как я говорю, сыроводка, а не сыворотка. Да вы говорите сывороткой, я не против, ну просто зачем учить, вот я не понимаю вас, друзья. Ладно, вспомнила немножко, вскипела. Так вот, когда ну, творог уже готов, не надо сразу сливать эту сыроводку. Пусть он постоит в ней, а потом слить, он тогда не такой сухой, он прям вкусный. Ну, а с таким батончиком, да, еще с домашним молочком, красота. не знаю, не знаю, что это у меня дело к обеду, но я еще, можно сказать, не завтракала. Ну, что там у нас в духовке, не знаю, что получится, но что-то получится. так, прошло 20 минут. Ну, а я вам сейчас покажу еще свои покупки на Вальберис. Заказала вот такой окислитель для краски, для волос, и пудру от Schwarzkopf Егора. Не помню уже цену, вот это 400 с чем-то, это, по-моему, 800, не помню. И вот, вот эти губки, я, друзья, без них не могу. Вот у меня осталась одна в том году, когда еще Амвей был в России, вот она, вот это вообще незаменимая вещь на кухне. Вот на Вальберис она 400, вот 4 штуки здесь вот в упаковке стоит 400, ну, пусть 450 рублей. Где-то так. Есть там и дороже 530 и по 700 они есть то же самое. Ну, вот я нашла за 460 рублей на Вальберис. Так что и там вся и порошки, но они сейчас там по таким ценам, что и зубные пасты, и что там только нет. И тут же отбеливатель, вот, но губки я куплю, потому что пусть 450 рублей, вот видите, уже больше года прошло, да, я еще одну не использовала. Больше, чем на год мне хватает, так что нормально, можно купить. Так, стоять, пытается упасть моя камера, уже начинает закипать компотик, сейчас я ой, аромат стоит, боже, какие там соки, за 54 рубля купил, килограмм яблок, 6 литров, тебе сука, ну и лимончик пусть там, ну пусть 100 рублей, 150 обойдется эта кастрюлька, да нет, даже не обойдется 150, какие 150, вот, зато как вкусно, и полезно, а в соках сейчас сока нет, друзья, это все химия, вытащила пылесос, пока там пирог готовится, я пропылесошу, компотик кипит, я газ сделала поменьше, вот, и пусть так кипит минут 15, потом вынесу веранду остывать, немножко решетку на низ опустила, а то мне кажется, верх уже практически готов, надо, чтобы низ немножечко поджарился, поджарился, а теперь, друзья, расскажу немножко о вязании, чем дальше продвигается эта кайма, чем она становится больше, тем, естественно, красивее, и пришла идея, буду вязать платье, друзья, вот, с такой нижней каймой на юбке, но платье хочу связать плотное, чтобы, ну, вот, теми же столбиками патентными, вот этими, чтобы его можно было носить без подклада, не люблю я подклады, вот, то есть, будет, скорее всего, круглая кокетка, и вот такой вот низ, это будет бомбическое платье, с такой вот нижней каймой, буду вязать из итальянского ириса, из того ириса, из которого я вязала платье черная магия, я не знаю, сколько сейчас стоит эта пряжа, но вообще она недорогая, очень вам ее советую, там большая палитра цветов, и если купите ее на занавеску, это будет просто бомба, она очень тоненькая, это стопроцентный 50 грамм, видите, 450 метров, да что же с фокусом, то есть получается 900 метров на 100 грамм, представляете, какой расход пряжи, и это будет просто бомбическая летнее платье черного цвета, вот с такой вот каймой, напомню вам, вот эти мотивы, которыми я украсила, вот эти вот сковородки, это вот как раз мотив связан из этой пряжи черного ириса, итальянского от кутно, вот, и такими же мотивами связаны черное платье, черная магия, на канале есть, но этот мастер-класс платный, вот, так что вот из этого ириса буду вязать платье с такой вот каймой, боже мой, когда я буду это все делать, друзья, не знаю, ну, а что у нас здесь, здесь я добавила еще 10 минуточек, то есть получается 50 минут он будет готовиться, ох, камера запотела, как пахнет корицей, ну, попробуем, попробуем, что это у нас получится, здесь уже стынет у меня компотик с яблочком, ну, и будем пробовать пирог, ну, что, друзья, вот такой пирог получился, я уже там наметила, нарезала кусочек, сейчас вытащу и будем пробовать, ну, что, на вид, вот я вам покажу сейчас на разрезе, такое песочное тесто получилось, я так понимаю, пахнет очень хорошо корицей и яблоками, сейчас откушу, скажу вам свое резюме, я думала не отстанет от сковороды, я же сюда даже пергаментную бумагу не стелила, все хорошо отстало, посмотрите, очень вкусно, друзья, очень, все пропеклось, друзья, рекомендуем, пусть ты тоже хочешь пирог, быстро, просто, даже яиц нет, да, все гениально, просто, с компотиком, вообще, испеките, друзья, ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее вкусное видео, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok